И Тимофей брат Церкви Божьей, находящийся в Каринфе, со всеми святыми во всей Ахайе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первые строчки письма, которые получила Каринфская Церковь. Это считается и Церковь. Но разъяснение вы никогда не услышите. А чего тут пояснять-то? Павел волею Божию апостола Иисуса Христа. Да на этих словах-то остановиться. Волей Божией не волей епископа сегодня священник должен быть, а волей Божией. Зачем он стал священником, он знать не знает. У него ни огня нет внутри, ничего. Он мертвый, он никого не может оживить. Он за отступающих, за соблазняющихся, не воспламениться никогда. Волей Божией. Я стою здесь по воле Божией или нет, вопрос я должен поставить или нет. Едем мы сегодня, воля Божией есть это или нет. Искать-то надо в Слове Божьем. А у русских Слово Божие никогда не имело никакого авторитета. Вы когда слушаете, что я говорю, вы мысленно не соглашаетесь. Это лучший вариант, чем вы будете соглашаться. Но не соглашаясь, ты говори, Господи, помоги мне найти подтверждение этим словам или опровержение. А тогда сам себя осудишь за несогласие. Начни критически подкормить тому, что я говорю. Я тебе говорю, Слово Божие, Библия, не имело в России никакого авторитета. И люди, которые проповедовали, они тоже не имели никакого значения. Ты хочешь убедиться? Пожалуйста. Сколько апостолов было? Ну это можно заучить. Если мусульман по двухлетнему я отвечаю, всех твоих знаменитых, святых, по их мнению, то ты-то должна знать. Я тебя спрошу, а в Арфавии был апостолом? А Симон Зилот был? Где в их честь названные храмы? Много ли? Где в их честь названные дети? А почему? Их не знают, а Матфея знают. Матфея написал, а они не написали. Вот и все. Нет ничего нигде в Арфавии. Ни одной строчки нигде. Симон Зилот ничего не написал. Мало того, мы слухом пользуемся больше, чем писаным. Найдите мне ребенка, назван вообще с Иудой, брата Господня, который написал послание. Да не в жизнь родителей не назовут. Чтобы вы говорили, Иуды и отмечают. Да у Иуды, слово Иудов будет ассоциироваться только с Искариотом. Катай Искариот ничего не написал. Мы живем вымыслом. Какой самый популярный святой на Усси? Да он может не спрашивает, Николай, что на дворец. Старообрядцы живут вдали от нас, большинство, там, не здесь, где Бурятия и прочее. И они всегда рассказывают случай. Я говорю, а как вы благопествуете? Ну, как живут люди, они знают. И вот однажды упал какой-то буряк, его водой потащило, он за камерой упадился и кричит. Ой, Бог Никола, спасай меня. Вот такая у них была проповедь, что Бог Никола, у него остался и Бог Богородица, и Никола Богородица. Это означает неблаговестного. Не знали, это вам в укор. Николыч, это творец на каждом шоу. Про что Никола написал? Ничего, ни одной строчки нет, нигде. Все знают Никольский собор. В Барнауле Никольский, в Новосибирске, везде. Я просто констатирую сам факт. Ты можешь, профессор, назови, в каких городах, в честь Иоанна Златоуса. А это самый подавитый отец. Это почти современники, они с Николыча на творчестве. Ну, рядом там, столетия разделяют. Иоанн Златоуст 12 томов написал. Разбудите, там падает один человек. Жизнь проспала. Встать и слушать внимательно. Иначе все потеряете. Сатана будет, знаете, не пускать из храма. Держать. Не принимая Слова Божие, человек бестуится и не понимает, почему нет поста, нет молитвы. Постом и молитвы изгоняются. А у нас на посте молитвы засыхли, и все. Это только начальное изгонание. А дальше никакой роли Слова Божия-то не играет. В поговорках-то Слова Божия вообще не участвует. А пост и молитва. О, а послушание сразу, что дороже, поста и молитвы. Да что, вышли этого, что идол. Бородат и идол. С зеленой бородой. Он выше, поставил молитвы. А после молитвы выше Слова Божие. Да где наша вера, как христианская? Ты у русских сегодня спроси, которые люди ходят в храм. Что ты знаешь из Блатоуста? Ну, у староверов, у них была книга толстая, называется Блатоуст. Златоуста не сдавал. За кто издал? На Западе. Минь. Патроногия. Миня. Так это католики. Тут и оно. У нас-то Слово Божие не пользуется авторитетом. А на Западе пользуется. И мы Библию-то переводили-то за счет того, что библейское общество давило и давило, давило на нас, и наконец получился перевод-то. Господи, что с нами сделано с русскими людьми? Кто самый авторитетный сегодня? Ну все, Серов нет. Ну ты же знаешь, что бывший Серафима Сановского, никого нет. Я к Серафиму. А что от Серафима? Канавка. Еще что осталось? Сухарики. Еще котелок надевают на голову, у кого голова болит. Спина болит, там матришка потихоньку, матришка и стукнет. Язычники. Натуральное шаманство идет. Ничего нет. Афьяфан затворник. Феофан, который имел такое образование, что написал, перевел много избережеского языка. Его вообще не знают люди. Где в честь Феофана затворника храма? Покажи. Покажите мне ребенка, не Никола, не Кольку. А Феофана тоже нет. Ты сам сделай одно с другим сравнением. А почему Феофана затворника так не прочитают? Нет его и не знает. Не знает вообще. Насте говорят, что ничего из него не знает. А он почти весь Новый Завет истолковал. Простым языком, понятным, близким. У нас самый святой из всех церкви, священники знают. В честь Иоанна Златооса. Помяни всегда Иоанна Константинопольская. Да, что этого не идет, только поминание. А на Западе самый святой у них. Это Иероним Стридонский, святой Жерон, по их произношениям. А что он взял? Перевел Библию на латынский язык, вульгата. Общедоступный в то время был язык. Он переводчик, и он на первом месте. У нас переводчик Библии какое место занимает? Нуль. Кто знает в пользу Данила Авраамовича? А это основные переводчики. Павский, Герасим Петрович. Вообще нигде нет. Воле Божию. Посмотрите, сколько здесь всего, чтобы глаза открылись. Так воля Божия разве есть в том, чтобы ставили, руководить нами тех, которые Слова Божие не держат? У нас не канонизируют. Не надо канонизировать. Просто написано, поминайте, наставника вашего, который проповедует. У нас проповедует чудотворцев, юродивых. Где юродивое писание есть? А сейчас книга вышла, юродивая в России. Большая юродивая Русь. Юродивая. Которые с людьми распускали, бегали, там и матерились, еще только с ними не было. Это все надо понимать, перетолковывать. Они юродивые. Это мы юродивые. У нас почтением-то не пользуются те, которые несли Слова Божие. Вообще никаким. Я называю Павского, никто его не знает. Вот сейчас считали псалтырь, это он перевел, он. Это драгоценный его разум открыл наш ум Богу. Воззвать, помилуй меня, Боже, понятно. У нас даже в святых, в святцах нету ездры. Более всего удивительно, в святцах нет. Тот, который собрал книги Ветхого Завета всех. Более ученничьего мужа не было. Его знал император. Тогдашний, язычный. Это чтец и священник. Учитель народа израильского. Отстроивший храм. Вообще его нет. Как будто бы нет нигде. Нам нужно перешагнуть через то, чему нас учат. Самое главное, под зеленым гороскопом, под полой своего сертука удержать людей. Как нельзя посещать, нельзя встречаться, нельзя ходить молиться, а то от причастия отлучил. Вы спросите священника, старообрядца, можешь уходить где-то, что ты, сразу отлучил, но причастия не допущил. Спроси старообрядца, ему то же самое, только в галабаратном направлении. Ну, по крайней мере, один уже не прав. Причастие-то не тебе, это дожит Бог. Ты того огня допускаешь за связь всех. А тот с твоей стороны то же самое. Немножко, чуть-чуть, глаза приоткрой. И скажи, Господи, волей Божией, я здесь стою, разумею ли это? 1 Коринфису 16.15. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Степанова, что у нас начаток Ахаи, что они посвятили себя на служение святым. Начаток. Нам эти слова непонятны. Какой начаток? Первый, кто обратился, это начаток. У меня решил деньги копить, копилку, и первый бросил туда. Отец говорит, я тебе начаток кладу, а ты дашь ей копию, купишь там велосипед или машину. Первый, рубль положил, это начаток. Начаток 1. Кто обратился? Первый. Где, что жертвы, то я первым подойду. Это мой начаток. Чтобы было все благословенно. Я встречал людей, которые на базаре совершенно ничего не понимают, как будто бы. И они стараются положить утром начаток к своему привыку. Разговаривать между собой. Там кто-нибудь просит сегодня милости? Нет, я слышал, она молится. Положи туда иди начаток, чтобы весь день неприбыта шел из этого. Если первый покупатель мужчина, то хорошо, если женщина, пропал этот день. С убытком уйдешь. Люди их но понимают. По-своему. Кто у нас начаток в родне? Кто первый обратился? Ты в почтение держи это. Это путь Богу. Апостол Павел постоянно вспоминает Стефана. А что Стефан-то сделал-то? Апостол Павел. Какой он-то в тебе отпечаток оставил? Так, что мне сделал? А, он меня бил. А еще, да ноги в колоду заковал. Вот теперь вспомнил. Это тот страшный, когда Тинниса поколебалась. Но он обратился и стал начатком. Его Стефаном, оказывается, созбать было. Как толкует Иоанн Тауст. Первый Фессал на Иисусе 118. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Я даже не думал, о чем меня люди будут спрашивать ездить по селу. Их удивляет, что в воскресенье никто не работает. Воскресенье не работает? А что, воскресенье грех? И о воскресенье, о работе пошли разговоры. Чтобы прошла молва о вере нашей. Вот мы сегодня едем. Место будет очень необычное. Это бывшие цитадель старообрящественной кержаки. Ну, люди без священства. Как им указать? Как подойти? Какие слова сказать? Я знаю, я сам из этой природы, из этого гнезда. Ну, много изменилось за это время. Многие только по названию кержаки. Они ничего не знают. И как через то, что мало знают, привести их к полному познанию. Мне нужно полное руководство сегодня Бога. Мне в одном селе, а такой обстановки не было, как сегодня. Я лег спать, и только об этом думаю. Ночью несколько раз утром. А какие слова сказать? Господи, ответь мне. Чтобы слава о вере нашей пронеслась всюду. Чтобы правильную веру. Мы не к себе тянем. Мы нигде, ни в одном месте, ни разу. И за всю жизнь я ни разу не сказал, приходите к нам, у нас хорошо. Я запрещаю это говорить. Ведите людей ко Христу. Покажите все, что есть. Мы показываем. Вот старообрядцы, у которых есть священство. Вам ближе всего туда. Мне разницы-то никакой нету. Куда ты пойдешь? Лишь бы ты спасся. А если древне-православные старообрядцы есть, иди туда. Это то же самое. А если это старостильные греки, иди туда, если тебе ближе. Но только не оставайся без церкви. Не оставайся без причастия. Филиппинцам 2.22. А его верность вам известна. Потому что он как сын отцу служил мне в благоприятствовании. Сколько сегодня есть старцев, которые держат около себя учеников. Особенно на Афоне. Знаменитые Геронты. Как их называют. А кто служил в благоприятствовании? Этого никто не может сказать. В продолжении, ну минимум двух тысяч лет. Никто не знает. Он служил мне в благоприятствовании. Я могу сказать. Вот брат стоит, он мне служил в благоприятствовании, помощником. Вот брат сидит каждый, куда бы ни поехали. И он ни одного раза не пропустил, чтобы не отвезти нас туда. Он служит в благоприятствовании. Вот люди, которые каждый раз помогают средствами, чтобы нам оплатить машину. Вы служите в благоприятствовании. Мы никуда не едем. Нас спрашивают, есть ли эти иконы, свечи. Мы говорим, у нас есть Евангелие. Мы едем с Евангелями. Молительников у нас очень мало. Мы даем. Больше ничего нет. У нас просто нет. Да нас Бог и не уполномачивал торговать свечами и ладаном. Римлянам 1.1.5. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через порогу Своих и Святых Писания о Сыне Своем. То есть Бог обещал благовествование, оказывается. Благовествование, то есть благая вещь через Сына. И Он меня избрал к благовествованию. Вы просто услышали сегодня и скажите, я хочу проверить на практике. Найдите одного единственного священника все вместе. В любых городах, куда письма пишете, где кого сегодня Бог избрал к благовествованию, чтобы Он это понял. Не архиерей Его избрал, поставил, не власть и не родство, а Бог. А можно это узнать? Можно. Приди ко мне, я с тобой поговорю, покажу вот эти места, определи, когда тебя Господь коснулся, когда ты обратился, когда Он родился, когда ты почувствовал, что жить я могу только по Христе, что жить только для пользы ближнего. Вот тогда это будет от Бога. Ведь очень трудно человека взять определенные рамки. Вот я вам говорю, что мы приходим сюда молиться. Да и так мы. Вы без меня это знаете. Но я сказал, ответственный момент, 7 минут, не шевелиться, нет, лежу с ведром ходить сегодня, с коржиком, устроили тут кухню. 7 минут, даже крестное знамя не совершайте, ни одного движения, углубись, закрой глаза, закрой. Господи, да будет служение наше пламенным. Положи на сердце священнику сейчас оторваться от земли, чтобы он нас увлек на небо. Чтобы слово было положено от тебя, чтобы Дух Святой окрылил нас. Видите, ребенок стоит, он полуслужный, смотрит в окно. Уж на полуслужный, мать тогда передвигает, и он становится на место все, и он уже там растерян и стоит. Вы смотрите за детьми, куда головы повернуты. Смотря только вперед, смотрите на священное изображение и никуда не смотри. В окно не смотрите, ты еще насмотришься. Этот мир губителен, он затягивает. Я пришел молиться в храм. А о чем? Молиться о том, кто будет Словом Божьим говорить. О том, чтобы служение священника было не земным, а небесным. Придумали после молитвы. И никто не говорит, что это даже не начальное, а только наизнание демона. Выходит, мы всю жизнь молимся и молимся, а от демонов оторваться не можем. Почему не сказать так, что главное, самое наиглавнейшее для нас, это знать Бога, Христа и послова Его. А чтобы начать ужин после молитвы. Притом поститься надо не только в указанные дни, но когда тебе нужда подойдет. А нужда вот у нас сегодня, а поститься нельзя, хотя бы мысленно. А потом в течение недели. Приготовь сердца людей, это первое. Положи, что на сердце сказать. Обеспечь нас необходимым. Даруй нам безопасность. Да услышит Господь моление тех людей, которые будут слушать. Я их сразу приучаю молиться. Краткое хотя бы молитвие. А может вот так надо сказать, не знаю как. Я просто выпрашиваю у Бога, и каждый раз как бы по-другому сказать, какая здесь обстановка, я не знаю. Господь нам сказал, что призванный апостол и избранный благовестием. Вы найдите в русских святых, о котором было бы сказано, не Симеон еродивый, не чудотворец, а было бы написано там Иоанн и Иннокентий, благовестник. Или такой-то тюрем, проповедник. Ну за тысячу-то лет, хотя один был. Это его основное качество. Павел говорит, благовестник. Почему не хочется, если на апостоле Павле-то? Потому и духовного рождения не было, потому с такой легкостью произошла революция, и ждет потрясение сильнейшее и окончательное крушение России. Если мы это не поймем, это все извлекаю я из первого стиха, послания к Калифинам. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа. А ты это примени. Я вышла замуж по воле Божией, дети по воле Божией, я мать по воле Божией. Это слово весь день надо ставить, почему мы и молимся. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Аминь.